Мужчина смотрит порно. Что же делать? Первое, это оставить своего мужчину наконец-то в покое. Мужчине твоему не 13 лет, он не подросток, и он не маленький мальчик, и не нужно быть для него мамочкой. А ну-ка, ребята, смотрите, признавайтесь в комментариях, смотрите порнушку или нет? Честно говорите, проказники. Нужно следить, что он там смотрит, что он делает, где он дрочит или на кого он дрочит. Оставь его в покое и скажи спасибо, что мужчина компенсирует, возможно, какой-то недостаток своей сексуальной жизни с тобой, смотря порно. О-ка! А лучше сядь и посмотри это порно вместе с ним, потом обсуди с ним, что ему понравилось, что тебе понравилось, и это все реализуй вместе со своим мужчиной в реальности. Как же... А если они посмотрят порнушку, извиняюсь, двойное или тройное проникновение чаечки, как они это все реализовывать будут? Ребята, всем здорово, санночь на связи. Ребят, буквально вот несколько дней назад я выкладывал эту же чаечку, где она голосовала, типа, я против порно, типа, я против, типа, там, это, там, угнетение чаечек, там, и так далее. Ребят, как же они переобуваются все на лету, ну, просто на лету переобувают. Хопа, и бастандали переобуты у нее, ребята, уже. Уже бастандали на калоши переобуты. Что ты будешь делать, а? Они хоть сами запоминают то, что они в прошлых роликах говорили. Ребята, в очередной раз напомню про свой курс, как взаимодействовать с женщинами без потерь. Я знаю, что многим это не нравится, ребята. Ну, кому не нравится, промотайте 20 секунд лишнего времени, ничего страшного не будет. Он на 4,5 часа в видеоформате, это базовая информация для мужчин любого возраста. Там есть 10 глав, из которых самые такие, так скажем, практические, это как укладывать женщин в постель, как пробивать их на инстинкт, как поворотить страх знакомства с ними, как взять под контроль свою похоть, женские манипуляции, контрманипуляции ваши в ответ их манипуляциям, как вычислить меркантильную женщину и еще много-много разной базовой, интереснейшей информации, ребята, которая подает любому. Это нужно знать любому мужчине. Ребят, кому это интересно, проходите на мой сайт, ознакомляйтесь там тоже и с другими курсами, либо напишите мне в личку, я сразу вам дам подробные, подробные, так скажем, инструкции по всему этому делу. Ну, а мы, в принципе, послушаем дальше, ребят. По поводу порнушки я уже сказал, ребята, напишите в комментариях, смотрите, не смотрите, с чаечкой своей, повторяете ли тройное проникновение, или нет. Ну, в общем, пишите. Победить соперника или соперницу, как вернуть о любовь и хорошее отношение своего партнера к себе. Все очень просто. Для того, чтобы победить соперника или соперницу и вернуть своего любимого-любимого в отношения, вам нужно просто выйти из этого любовного треугольника. Кошмар. Да-да, вам нужно перестать бороться за него или за нее. Ну, а если ты хочешь подробно узнать, как же тебе вернуть своего бывшего или бывшего отношения, то переходи по ссылке в шапке моего профиля, забирай мой авторский гайд, как вернуть бывших. Читай, делай и возвращай. Обязательно, Чаечка, вернем всех бывших, подарим им цветы, подарки и так далее и тому подобное. Боже, ну чему они людей учат? Ну не возвращают бывших. Не возвращают. Зачем? Не входят дважды в одну реку. Ребят, есть только один смысл пообщаться со своей бывшей. Только один. Если ты на нее не был залипший, то есть ты не был бы влюблен, да, и тебя сейчас именно вот, ну такие, скажем, там, такое затишье в плане секса, то есть не с кем, как бы, ну там бывает такое, да. Я несколько раз так возвращался, как бы там, либо она позвонила, либо я ей позвонил, типа там, че, привет, как дела? Ну да заходи на чай, как бы, да. Ну вот ей тоже хочется, там, пилотка чешется, как бы не нашла себе еще нового пихарька. Ну позвонила Санычу, а че пынет, как бы, ну я не залипаю на них, ребят, я не влюбляюсь в них. Я пришел, как бы, мы с ней там еще там недельку потасовались, как бы, поконнектились, как бы, ну и ладно, как бы, и все, никто никому ничего не должен, все прекрасно. Но если, как большинство, к сожалению, мужчин, ребята, выходят из отношений, разбивают эту вот прошивку, то есть они страдают, там, вспоминают они постоянно, то есть, ну вот эта вся фигня, да, страдают очень сильно, как бы, нельзя возвращать бывших, не надо, будет потом еще больнее, не надо этого делать. Если вы не залипаете на них, пожалуйста, почему нет? Перепихончик, это дело нормальное. Но если, как бы, вы влюбчивый человек, то я вам категорически не рекомендую этого делать, честно. Как не нарваться ни нищеброда, и потом не делить счет пополам? К примеру, доставка цветов. Этого вполне достаточно, чтобы понять, что мужчина не жадный. Он либо платит такси, либо заедет за тобой на собственном автомобиле. Если же ты сама добираешься к месту встречи за свой счет, это уже верный знак, что и в будущем вы будете делить все пополам, и никаких подарков тебе не светит. Чаечка, великолепно ты мне подсказала идею. Смотрите, Чаечка, если, допустим, вы знакомитесь, по крайней мере, со мной, не знаю, там, с кем, там, этот, хотите, как бы, да, великолепный способ показать свою щедрость, это заказать Санучу пиццу домой, отправить мне доставочку, там, либо какую-нибудь вкусняшку, допустим, там, мне цветы нафиг не надо, в принципе, а вот что-нибудь такое вкусненькое, там, какую-нибудь курицу по-пекински, там, или утку по-пекински, там, курицу, там, по-гавайски, там, пиццу какую-нибудь, пожалуйста, пришлите, как бы, и записочку, типа, тебе, мой любимый тигр, вот и все, прекрасно, великолепно, как бы, я думаю, о, вот это вот Чаечка, вот это вот молодец, вот это вот умничка, еще можно какую-нибудь там фоточку интимную мне прислать, сразу же, там, в личку мне, типа, да, ну, что ты покушал, мой Тигр, и такая стоит, такая львица маленькая, такая, да, лапки такая сложила, типа, я жду тебя вечером, вот это вот Чаечка, я понимаю, а, в слабом Чаечке, а? Можно привлечь богатого, хорошего мужчину, ты не ищи мужчину, ты ищи цифры, у настоящего мужчины будет одно из двух чисел дать рождение, или 16, или 26, прям заходишь в одноклассники, и поехали, вот из них уже можешь выбирать, женатый, давай мне его цифры, цифры, это математика, математика, это точная наука, поэтому и нумерология, это тоже точная наука, что ты хотела, когда ты выходила замуж за семерку, если главное число у мужчины, это семерка, то все, пиши пропало, вот он тебе сказал, дорогая, хочу сегодня котлетки, ты приготовила ему рыбу, семерка встанет и уйдет, и не вернется, и будет прав, мужчина шестерка, а попроще будет, тут недоуважение, да, ребята, весело, ну насколько я понимаю, эта человечка троллит, вот этих нумерологин, там психологин, там и так далее, ну насколько я понимаю, троллит, а вы представьте, ну ладно там это троллинг, вы представляете, как бы, то есть они приходят на консультацию, и вот это вот все происходит в действительности, и за деньги, за большие деньги, ребят, кому интересно, просто зайдите в тикток, или там и инстаграм, какой-нибудь, там не важно, там пофиг у куда, чего, для интересно, напишите кого-нибудь там в нумерологине, ну типа подвинем там, вот хочу консультацию, типа там, сколько это стоит, там, какую-нибудь там проблему, типа хочу бывшую вернуть, там, неважно, там, для прикола, да, и спросите, типа, а сколько это стоит, как бы, ребят, вы от суммы, у вас челюсть отпадет, 50, 70, 100к, ну ты же целую бывшую собрался возвращать, ты что, это думаешь, что дешево, что ли, нет, ребят, вы охренеете там от цифры, честно, я вам скажу, охренеете просто, у некоторых, так называемых, нумерологин, там, личное наставничество есть от 500к, как вам такие, ну, то есть, она там тебе будет полгода, типа, якобы, вести, там, тебя, да, там, вот там, все, ты там, уж, раз там тебе какое-то решение, типа, там, непростое в жизни, типа, надо принять, там, типа, ты раз, там, хоп, и там пиши, типа, что сделать, что сделать, не могу принять решение, она тебе, хоп, сейчас я расклад, все там сделаю, там, расклад таро, там, шмаро, там, и так далее, там, сейчас тебе цифры все ответят, там, все схожут, хопа тебе, там, принимай это решение, хопа и все, понеслась, да, якобы наставник, 500к, как вам, нормально, как бы, да, ребят, чайочки, бабки зарабатывают, пойдет, пишите свои комментарии, конечно же, по этому поводу, ребята, по поводу курсов, пишите мне в личку, кому это интересно, подписывайтесь, закрытую телеграм-группу, ребята, там тоже очень много всего интересного, все ссылочки есть в описании, здоровья вам и прекрасного настроения.